В томатике берите, вот это там помидорчики тогда получается. 65, 75, 10 рублей. Вот это мелочи. Прибыли пока небольшие, зато перспективы огромные. За продукции Спасского консервного завода выстроилась очередь повидла, варенье, помидоры, огурцы и капуста. Все это пришлось горожанам по вкусу. А значит, маринады из Спасского района скоро заполнят прилавки наших супермаркетов. Знаете, когда-то раньше я сама дома такое делала, как домашнее. Очень вкусно. И сами покупаем никакую. Только нашу консервную заводу Спасского. Спаска первый раз я увидела, вот решила попробовать что и как. Спасский консервный завод – предприятие с большой историей, но многие видят его продукцию впервые. В 90-е завод упустил темпы производства. Возникли сложности со сбытом. Местный продукт чуть было не стал историей, но, к счастью, история только начинается. Новое руководство не просто сохранило завод. В планах запустить дополнительные линейки. Кредит на эти цели уже одобрил один из государственных банков. Приморье растет даже больше, чем растет в Краснодарском крае. А именно, это те дикоросы, которые сегодня закупает и перерабатывает Спасский консервный завод. Это березовый сок, это лимонник, это папоротник. Консервный завод из кризиса выбирается, но сам город до сих пор переживает непростые времена. Спаск дальний – практически город-банкрот. Долги превышают городской бюджет. Спасский муниципалитет сокращает расходы и пытается поддержать городские предприятия. Консервный завод может стать одним из главных налогоплательщиков. Для города, для экономики города это большое благо, поскольку будет увеличиваться поступление налогов в экономике. Это мы пока рассматриваем как первая точка роста для экономики. Продукция Спасского завода сильно отличается от конкурентов по цене. Как часто мы переплачиваем по прихоти маркетологов за бренд или красивую упаковку. Овощи и фрукты с родной земли по качеству зачастую просто нокаутируют импортные аналоги. Стоят при этом в два, а то и в три раза дешевле. Покупатели привлекают даже дизайн вот этих вот банок. Они как будто из прошлого, из нашего детства или из молодости. А руководство завода надеется, что уже в ближайшем будущем не только дизайн будет, как из советского прошлого, но и объемы производства. Ведь когда-то Спасский консервный завод был одним из главных предприятий Приморского края. Екатерина Чернакова, Кирилл Корнилов. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok